Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Город С» и я Елена Черневская. Как правило, начинающие водители постоянно сталкиваются с различными проблемами, которые периодически возникают в процессе вождения и владения своим первым автомобилем. Для большинства таких водителей требуются годы, чтобы приобрести уверенность за рулем. По статистике, чаще всего молодые водители не соблюдают скоростной режим, нарушают правила проезда зебры и не соблюдают очередность проезда. В нашей программе сегодня расскажем минимум о 10 вещах, которых должен знать каждый начинающий водитель. Я представляю гостя в студии, заместитель начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самара, майор полиции Михаил Олегович Туманов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Михаил Олегович, давайте мы сегодня заявили такую тему, это все-таки поговорим о молодых водителей. Так вот, как часто у нас в городе происходит ДТП с участием молодых водителей? И вот насколько вообще сегодня стоит остро вот эта проблема совершения ДТП по вине молодых водителей? Ну, хочу сказать, что я представляю подразделение РЭО Самара, которое отвечает за проведение квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений. Вот согласно статистике, в текущем году на территории города Самары было зарегистрировано 60 ДТП, допущенных данной категории участников дорожного движения. И стоит напомнить, что молодым у нас является водитель, у которого стаж составляет менее двух лет управления. И здесь дело не только, как говорится, в возрасте по паспорту, да? Может быть, и начинающим водителем человек, который там и в 40, и в 50 лет пошел учиться, получил права. Два года. Так, хорошо. Абсолютно верно. Ну, здесь мы отмечаем положительную тенденцию в части сокращения общей количества ДТП на территории города Самары. Но наряду с этим есть и негативная статистика, которая выражается в росте количества ДТП, совершенных выпускниками нашего РЭО. То есть те молодые водители, которые получили водительское удостоверение в РЭО Самары, стали участниками дорожного движения и совершили ДТП. Вот в текущем году по виде наших выпускников, к сожалению, было зарегистрировано 31 ДТП. Если брать аналогичный период прошлого года, тогда мы отметили 30% таких ДТП. А что это, в чем отличие наших выпускников РЭО? Вот объясните, я лично не в курсе. Ну, то есть отдельно при контроле за соблюдением нормативных актов, касающихся проведения эквалиционных экзаменов, соблюдения всех требований к проведению экзаменов, мы отдельно как бы анализируем деятельность наших сотрудников. Ясно. Расскажите, пожалуйста, как вообще сейчас проходит квалификационный экзамен? Из чего он состоит? Какие этапы нужно пройти молодым людям? Ну и вот, уж честно признаться, сложно ли сейчас сдать экзамен и получить права? Ну, методика, она как бы длительное время не менялась. Состоит из трех этапов проведения экзаменов. Это теоретический экзамен. Он после успешной сдачи теоретического экзамена, кандидат водителя сдает экзамен по первоначальному науковому управлению трансовыми средствами, так называемые, на закрытой площадке. Да. После успешной сдачи этого экзамена он сдает экзамен по практическому вождению в условиях дорожного движения, то есть движений по городу. В настоящее время, с учетом действующей методики, мое мнение, что как бы большого труда сдать экзамен в настоящее время у выпускников учебных заведений нет. Не составляет, да? То есть, если ты хорошо выучил теоретическую часть, сдал хорошо экзамен на практике, то ты совершенно свободно можешь получить права. Ну, вот, кстати, Михаил Олегович, а сейчас изучается ли теория строения автомобиля? Вот потому что раньше мне и мои знакомые рассказывали в ДСАФ, обязательно было условие изучить техническое состояние автомобиля. Из чего он состоит? Вот сейчас это изучается? Обязательно изучается. И вопросы, касающиеся технической части автомобиля, касающиеся основных положений под обыску трассных средств к эксплуатации, в обязательном порядке присутствуют в экзаменационных билетах. То есть, в этой части, в обязательном порядке, кандидаты, водители проходят и такого рода подготовки. Но молодым-то людям проще изучить строение автомобиля, а вот девушкам-то нет. Дамы справляются? Да, справляются. Да, успешно справляются. Согласно статистике, у нас 60% сдачи экзамена по теории – это с первого раза. То есть, достаточно высокий процент. Да, не могу с вами не согласиться. Сколько раз можно ошибиться как в теоретической, так и в практической части? При сдаче теоретического экзамена допустимо сделать две ошибки. Так. Но это речь идет о разных блоках экзаменов. Вообще, начну лучше с схемы проведения теоретического экзамена. Да, пожалуйста. То есть, теоретический экзамен предусматривает ответ на 20 вопросов. В случае совершения или допущенной ошибки кандидата-водителя, ему предлагается ответить на дополнительные вопросы этого же у блока. Да. Сколько? На дополнительные пять вопросов. Пять. То есть, один раз ошибся, плюс пять. Плюс пять. При успешной сдаче блока допустимо еще одна ошибка, вторая, но уже при условии, что эта ошибка будет из другого блока. То есть, всего у нас из 20 билетов 4 блока. Вот допустимо совершить две ошибки в разных блоках. То есть, если ты исправился, дополнительно ответил на пять вопросов и дальше не совершил ошибки, то ты уже допускаешься к практической части сдачи экзамена. Правильно я понимаю? Все верно. Там какие можно неточности допустить, чтобы все-таки выйти на финишную прямую и получить права? Экзамены закрытой площадки представляют сдачу обязательного экзамена из пяти упражнений. Ну, это традиционные, да? Да, гараж, змейка, да, движение на подъеме, так называемая, горка так называемая. Ну, здесь как бы тоже методикой предусмотрен определенный перечень ошибок. Ну, это пересечение контрольной линии, за что сразу назначается там максимальное количество штрафных баллов. И, соответственно, экзамен признается не сданным. При движении на горке это откат назад на величину более 30 сантиметров. Ну, и так по каждому упражнению. В том числе наезд на линию разметки, обозначающей границы экзаменационных заданий, либо выезд из-за границы упражнения. Ну, все-таки, конечно, человеческий фактор имеет место быть. Я вот прекрасно помню, когда я сдавала экзамены на права, то я села, и, конечно, в первую очередь нужно пристегнуться, потому что это тоже считается ошибкой. Ну, некоторым не засчитывался. То есть, и вот если ты не пристегнулся на месте, то вот это считается уже не сданным. Ну, всякое настроение бывает, в том числе у инспекторов, ну, где-то лояльно относится, где-то нет. Вот вы считаете, когда человек сдает экзамен, сел в автомобиль и не пристегнулся, вот это серьезное нарушение? Ну, в любом случае мы, как бы, с учетом даже того, что это нарушение, и за это назначаются штрафные баллы, которые вносятся и в контрольный лист экзаменационный, но в процессе экзамена практического все-таки наши сотрудники пытаются проверить наличие навыков, устойчивых навыков управления в условиях дорожного движения, то есть соблюдение дорожных знаков, выполнение сигналов светофора, обязанности водителей пропустить дорогу пешеходам, то есть умение, общие навыки пользуются, там, органами управления трассового средства с учетом дорожной ситуации и так далее. Ну, то есть это все-таки вот неверно, если так инспектор тебе сказал, вот ты не пристегнулся, все ты не сдал, это неправильно. То, что умеет вместо быть такое? Ну, в любом случае, как бы, только за это нарушение мы стараемся не назначать штрафные баллы и экзамены не прекращать, а все-таки даем возможность продолжить экзамен и оценить уже более объективно с учетом движения по учебному маршруту. Хорошо. Я в начале программы сказала, что молодые водители нарушают и скоростной режим, и проезжают на зебру, но вот все-таки более, наверное, глобальная такая проблема. Да вообще, наше общество в целом, к сожалению, я так считаю, что это вождение в состоянии алкогольного опьянения. Скажите, пожалуйста, молодые люди часто садятся ли сейчас за руль, вот именно в таком состоянии, молодые водители? Есть ли какая-то статистика? Да, такая статистика есть. И мы отмечаем, что и у нас были такие ДТП. ДТП были зарегистрированы у нас на территории Волжского района, на территории городского округа Жигулевск, когда погибли два человека. В последующем было выявлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. То есть тяжкие последствия, которые мы имели в ДТП по вине молодых водителей, как раз были связаны с употреблением алкоголя при управлении транспортным средством. Какие еще можете назвать причины, по которым чаще всего происходит ДТП, и все-таки какие нарушения чаще всего молодые водители допускают? Ну, во-первых, это несоблюдение требований дорожной разметки, несоблюдение требований правил дорожного движения, обязывающихся уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, по обозначенным пешеходным переходам. Опять-таки остановлюсь на конкретном примере. У нас в октябре было ДТП, в результате которого погиб пешеход, переходящий проезжую часть по пешеходному переходу. Это ДТП было зарегистрировано на территории Красноглинского района. При исследовании обстоятельств ДТП, при проведении проверки, порядка выдачи и получения водителям водительского удостоверения, побеседовали, пытались понять логику водителя, потому что, говорят, пешеходы, видела, да, видела, что пешеход выходил из автобуса, остановившись на остановке. То есть полностью человек контролирует ситуацию. Но вместе с тем мер к снижению скорости не принял, в результате чего произошел наезд на пешеходы, в результате чего, я повторюсь, пешеход погиб. Ну, это вообще очень серьезное ДТП, которое имеет еще и тяжкие последствия для водителя. Скажите, пожалуйста, вот что, какие меры вообще предпринимаются в таких случаях, и какое наказание лечет такое ДТП с смертельным исходом для водителя? Ну, в случае с ДТП с тяжкими последствиями уже занимаются следственные органы. Соответственно, решение принимается в рамках расследования уголовного дела. Напомню, что ответственность за это предусмотрена статьей Уголовного кодекса 264. Соответственно, то есть это уже вне компетенции госавтоинспекции. Ну, мы в любом случае по каждому ДТП, вне зависимости от его последствий и тяжести причиненных телесных повреждений, проводим проверку, в рамках которой оцениваем действия экзаменаторов. По результатам проверки, если выявляются какие-то факты, свидетельствующие о некачественной подготовке кандидатов в водитель, в обязательном порядке направляется письмо в учебную организацию. С августа мы приняли такие меры, что по каждому ДТП мы в обязательном порядке, наш сотрудник выезжает в учебное заведение, встречается с кандидатами-водителями, проводит дополнительные занятия, вот освещает статистику ДТП, те нарушения. Ну, ведь в любом случае лишить, наверное, прав-то невозможно вот за такие нарушения. Но вот, тем не менее, о чем Михаил Олегович говорит данная информация? Вот о том, что все-таки водители плохо подготовлены, или все-таки они не самоорганизованы, не дисциплинированы? Но ведь когда ты садишься за руль, сразу нужно отключить, да, все постороннее внимание, не брать телефоны и так далее. А вот порой даже я, являясь участником движения, еду, смотрю, вот, ну, телефоны, ну, не выпускают из рук. Ну, ведь это же просто безобразие. Абсолютно верно. Даже вот беседую с участниками ДТП из категории молодых водителей, мы по телефону как бы пытаемся тоже выяснить дополнительные обстоятельства, которые, может быть, не вошли в официальные документы, беседуем с этим водителем, что же все-таки стало хотя бы косвенной причиной. Ну, большинство из них как раз вот и называют эту причину, что отлегся на звонок по мобильному телефону, либо писал сообщение, либо отвечал что-то, либо просматривал какую-то информацию в мобильном телефоне, и отлег внимание, ну, это там на полсекунды, это уже оказалось достаточно для того, чтобы он совершил ДТП. Конечно. Ну, вот как вы считаете, вот просто чисто ваше мнение, хочу узнать, может быть, все-таки усилить какие-то меры, которые, ну, усиливают контроль и как над водителями, и, наверное, может быть, и, конечно, я понимаю, что это на законодательном уровне все происходит, но вот увеличение штрафов, каких-то вот наказательных санкций, как вы считаете? Ну, в настоящее время те действующие даже административные санкции, они позволяют оказать достаточно воздействия, но большую роль играет здесь, как мне кажется, низкая транспортная дисциплина, и не то, что не принять, а осознательные нарушения, потому что все мы знаем, что по телефону нельзя разговаривать, что все знаем обязанность пристегнуться при начале движения, все знаем, что необходимо перестраиваться, выполнять какие-то маневры в соблюдении требований правил дорожного движения, в том числе и молодые водители, которые только недавно закончат учебное заведение. Но по каким-то причинам эти требования игнорируются. Здесь большое значение имеет, я считаю, что имеет воспитание и уважение к правилам дорожного движения, к соблюдению законодательства в целом. Ну вот хорошо, а есть ли сейчас в настоящее время обязанность обозначения молодых водителей в общем потоке транспортных средств, например, как раньше это был знак «У», либо какими-то иными способами общей безопасности. Ну вот сколько я встречала, разговаривала с молодыми водителями, они говорят о том, что вот мы не будем, ну как это так, это вот так вот стрёмно, на языке молодых людей мы не будем клеить такие знаки. А ведь это нужно в первую очередь для других водителей, чтобы обращали внимание, были как-то поаккуратнее. Ваш коллега как-то сказал, когда садишься за руль, я думаю, за себя и ещё и за него. Поэтому вот сейчас знаками-то обозначается, хотя я вот в обычной жизни редко вижу. Требования по обозначению транспортных средств, которым управляет водитель со стажей менее двух лет, есть в правилах дорожного движения, есть специальный знак, который представляет собой квадрат на жёлтом фоне с восклицательным знаком. Эти требования есть. Более того, в рамках проводимой работы по профилактике ДТП с молодыми водителями, все сотрудники ДПС нацелены на выявление фактов, игнорирование вот этих требований. То есть если при надзоре с дорожными движениями сотрудник ДПС устанавливает, что за рулём находится начинающий водитель, при этом транспортные средства его не обозначены соответствующим знаком, в отношении водителя принимаются меры административного воздействия. Сколько штраф? 800 рублей. 800 рублей. Разовый. Если тебя в следующий раз остановили, то есть это будет постоянно-постоянно. А сколько вот с этим знаком нужно ездить? Год, по-моему, или всё-таки больше? Ну, молодой водитель, имеющий стаж до двух лет. Поэтому, соответственно, до перехода в категорию просто водителей, а не молодых водителей, так скажем, условно разделив, этот знак должен находиться на трансном средстве. Михаил Олегович, ну вот всё-таки только ли человеческий фактор влияет на аварийность? Есть же ещё и, конечно, неисправность транспортного средства. Давайте ещё поговорим об этом. И, конечно, ещё неровность, шероховатость, колейность дорог. Вот это ещё и совокупность, если это молодой водитель, всё-таки вот риск увеличения и создания аварийных ситуаций возвышается? Вы согласны со мной? Абсолютно верно. Либо всё-таки нет? Да. Ну, хочу сказать, что при оформлении ДТП, при сборе материалов по административным материалам, по фактам ДТП, в любом случае оценивать техническое состояние автомобиля, то есть его соответствует требованиям основных положений под обыску. Если, например, сотрудник ДПС выявляет, что при ДТП участвовало трассные средства, которые не оборудованы, например, на зимнее время шипованной резиной, в обязательном порядке это отмечается в документах, в отношении водителей принимаются меры административного воздействия. Но это если он виноват, а если нет? В любом случае, вне зависимости от вины участников ДТП, вот мера такого плана в отношении их принимается. Вот имеет место быть ещё мнение у водителей, просто знаю не понаслышке, да нет, не буду страховать свой автомобиль, ну, остановят, заплачу штраф, а так не буду. А меня и не останавливают, говорят они. Вот насколько это понятно, что это неверное утверждение, что страховать автомобиль непременно нужно, но вот тем не менее, что бы вы сказали таким водителям? Ну, во-первых, это прямое игнорирование требований федерального закона и правил дорожного движения. Поэтому, если даже какое-то время они не попадают в поле зрения сотрудников госавтоинспекции, это не значит то, что они не понесут административную ответственность. Ну, и плюс, вот, предостеречье, как бы, от совершения подобных вот поступков, нарушений, у нас в ближайшее время планируется установка видеокамер, которые будут фиксировать факты управления трассовым средством, на которые не оформлена гражданская ответственность, полис ОСАГО, так называемый. То есть эти водители будут привлекаться в автоматическом порядке. То есть им будет приходить автоматический штраф. Поэтому, если кто-то до сих пор считает, что если он не попал в поле зрения сотрудников ГАИ, то он останется безнаказанным, и его нарушение заблуждается, мягко говоря. — Михаил Олегович, ну, все мы знаем, что существует несколько форм обращений за государственной услугой по обмену водительского удостоверения, да? То есть если срок действия истекает или уже истек, вот мы можем посредством записи через единый портал гос- и муниципальных услуг, либо через МФЦ. Скажите, пожалуйста, вот какой сейчас формат прием граждан вы используете все-таки, в чем преимущество? — Ну, считаю, что наиболее оптимальным в настоящее время является механизм предоставления государственных услуг посредством портала государственной услуги. Почему? Потому что, во-первых, выбирается время, день, удобный для граждан, для посещения нашего подразделения. При этом такой серьезный бонус — это как оплата государственной пошлини с 30-процентной скидкой. Никакой другой механизм получения государственных услуг такого бонуса не предоставляет. — Не дает, да? — Да. То есть, если можно обратиться и в МФЦ для замены водительского удостоверения, но в этом случае государственная пошлина платится в полном объеме. Напомню, она составляет 2000 рублей. Соответственно, в режиме живой очереди, как мы сейчас принимаем, также можно к нам прийти и получить государственную услугу, не записываясь по предварительной записи, а обратиться в любое приемное окно. Но в этом случае также государственная пошлина платится в полном объеме. Вот государственный портал госуслуги представлен. — Можно скачать это приложение себе на мобильный телефон или обратиться, ну или через компьютер зайти через личный кабинет. А вот, кстати, есть ли разница обращений через приложение и через компьютер? Потому что, по-моему, какую-то процедуру пройти можно через приложение, а какую-то только через компьютер? Не знаете, нет, не сталкивались? — В любом случае посещение или подразделение, как у полиции, либо МФЦ, при формировании и создании так называемого личного кабинета. Вот процедура идентификации, она требует обязательного посещения либо многофункционального центра, либо в органы полиции, либо любого регистрационного подразделения. — Вот мы сейчас с вами поговорили о назамене водительского удостоверения. Давайте сейчас дадим, вы дайте, пожалуйста, информацию. Для иностранных граждан они не имеют права ездить на территории Российской Федерации с правами государства, ну, к примеру, Узбекистан, Таджикистан и так далее и тому подобное. — Какова процедура на сегодня переоформления водительского удостоверения на российский образец Российской Федерации? — Во-первых, начну с того, что граждане иностранных государств, имея водительское удостоверение своего государства, имеют право управлять на территории Российской Федерации без ограничений. То есть при наличии перевода, в случае, если информация о водительском удостоверении не подлежит прочтению, то есть выполнена ни латиницей, ни английским шрифтом. — Так. — Ну, здесь важное исключение, не то что важное исключение, ограничение, касающееся занятия коммерческой деятельностью. То есть иностранные граждане на основании своих национальных водительских удостоверений не имеют права у нас ни работать с такси, ни работать с водителями, ни иной деятельностью. — То есть автобусов, маршрутных такси не имеют права заниматься? — Да. Любая деятельность, которая связана с коммерческой деятельностью и связанной с управлением трассовым средством. — То есть на своем автомобиле по правам своим можно передвигаться? — Может, да. — А заниматься коммерческой деятельностью нельзя. Но если все-таки возникнет такая необходимость, трудоустройство, то что нужно сделать, чтобы поменять права и как это сделать? Ну, прежде всего требуется от таких водителей подтвердить свою водительскую квалификацию Делается это посредством сдачи экзаменов То есть они сдают в полном объеме те же экзаменационные задания, что и кандидаты-водители, прошедшие подготовку в учебном заведении Но с категорией водителей иностранных граждан от них требуется только медицинская справка, национальная водительская Документы удостоверяющие личность и могут обратиться в любое экзаменационное подразделение, записаться на сдачу экзамена После успешной сдачи экзамена им выдается российское водительское удостоверение При этом национальное им возвращается То есть наличие водительского удостоверения уже российского образца позволяет им заниматься коммерческой деятельностью, управлять транспортом Ну то есть полностью проходить в полной мере, в полном объеме экзамены Это и теоретическая, и практическая часть И здесь уже, как говорится, только нужно надеяться на себя и на свои знания Сколько сейчас можно раз не сдать экзамен? Ну то есть один, два, три раза, чтобы тебя направили на переобучение? В настоящее время каких-либо ограничений по количеству попыток сдачи экзаменов не существует Не существует То есть до... формально можно сдавать экзамены до получения положительной оценки Но здесь нужно оценить и учитывать такой фактор Что первые три попытки сдачи любого экзамена у нас назначаются в срок не менее чем через семь дней А вот четвертый и последующий уже периодичность назначения повторных попыток составляет не менее 30 дней Поэтому человек, который решает получить водительское удостоверение И, естественно, сдать для этого экзамены Должен сам для себя понимать Либо он затянет это на долгие годы, получение этого заветного документа Либо успешно сдаст все с первого раза и получит удостоверение минимально короткий срок Ну и все-таки, наверное, очень важен настрой Ну и, конечно, подготовка и знание как теории, так и практики Прежде чем отправляться на экзамен Все-таки нужно быть, наверное, внутренне уверенным Что ты знаешь, что ты можешь и что ты обязательно сдашь Правильно, Михаил Олегович? Все верно, абсолютно верно Скажите, пожалуйста, ну а если вот требуется какая-то дополнительная практика Инструкторы, сотрудники как-то могут помочь кандидатам на получение права И как-то вот, может быть, поднатянуть наставничество какое-то существует сейчас? Ну, сотрудники госавтоинспекции Ну, в частном порядке, разумеется Ну, вся информация об автошколах имеется и на официальном сайте В том числе официальный сайт госавтоинспекции Кандидат водителей, желающий получить какие-то дополнительные занятия Может найти эту информацию посредством официального сайта Выбрать то учебное заведение, которое ему удобнее, ближе А вот, кстати, у вас на сайте есть ли рейтинг автошкол, ну вот, который вы рекомендуете к обучению? Вот, в том числе посредством вот этой информации, содержащейся в рейтинге Есть? Есть Рейтинг включает в себя, это результат, процент сдачи экзаменов выпускником каждого учебного заведения Количество ДТП, совершенных выпускниками Именно этих школ, да? Да Ну и плюс информация о мнениях выпускников этого учебного заведения, я думаю, легко найти в интернете Потому что молодые люди при выборе учебного заведения Все-таки еще ориентируются на отзывы, да? Которые есть так и на сайте Ну лучше, да, дополнительная информация все-таки позволит более объективно выбрать учебное заведение, я считаю Скажите, пожалуйста, ну вот ваше личное мнение, а вот все-таки при выборе школы стоит ориентироваться на опыт присутствия этого учебного заведения в городе Ну, проще говоря, сколько лет оно работает Либо все-таки смотреть на инструкторов, которые преподают, у которых опыт? Или все вместе? Ну, как показывает практика, те школы, которые уже длительное время работают По подготовке кандидатов-водителей У них и инструкторы наиболее опытные Потому что люди ценят и место работы, и имидж, который имеет учебное заведение Соответственно, при отборе инструкторов очень высокие требования предъявляются Поэтому, в моем мнении, здесь надо уделять внимание на те факторы, которые вы упомянули Насколько долго существует это учебное заведение Соответственно, насколько опыт подготовки кандидатов-водителей Ну, и стоит напомнить, что просто так взять какие-то дополнительные занятия у инструктора В настоящее время невозможно Потому что те инструктора, которые оказывают дополнительные занятия по практическому вождению В обязательном порядке должны состоять в штате автошкол Это обязательное условие Ну что же, да, Михаил Олегович, спасибо вам большое Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами Молодые водители Сейчас осенний-зимний период Дорога очень скользкая Все-таки будьте, конечно же, осторожны и внимательны Потому что на дороге не только вы Но есть еще и другие участники дорожного движения Всего хорошего До свидания Спасибо До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»